При поддержке журнала Бункер и ДМГ Привет, чуваки. Меня зовут Метал Люсса, и это новый выпуск передачи Роцк Ньюс. Так, чувак, тебя очень многие не любят, так что получай. Ауч, да как ты посмел. Хотя, что это? CD группы Кавалера Конспирайси. Спасибо. Пойду послушаю. Вот и отлично. А я пока расскажу ребятам о самых интересных новостях. Привет, меня зовут Александр Дегтярёв, а это новый выпуск передачи Роцк Ньюс. И, пожалуй, начну выпуск с очень важного анонса. Стали известны новые даты концертов группы Корн в России. Итак, московский концерт перенесен на 27 июня 2021 года. Пройдет он в ВТБ Арена, а питерский назначен на 29 июня в спортивном комплексе Юбилейный. Конечно, это лучше, чем ничего, но ждать целый год. Но, в принципе, ждать-то стоит. Клипы. Да, я их люблю. И, пожалуй, начну с какой-нибудь самой лютой дичи. Дичи, но клёвой дичи. И те, кто смотрят мои топы, знают эту команду. Да-да, это криповый, страшный, ужасный и непонятный Кисинг Кэндис. Лютые образы, злобная музыка, кровища и какие-то подвалы. Все, как я люблю. К сожалению, в песне очень много такого типа мелодик металкора и чистого вокала, чем безумие. Но зато оно такое, что просто сносит крышу. Крайне советую вам ознакомиться с этой незаслуженно обделенной вниманием группой. Да чего я ною. Господи, зацените вот эти моменты. Новым клипом порадовали шведские хэви-пауэр металисты Саботон. Ролик получился очень душевным. Много кадров с фанатами, которые искренне любят группу. Да и сама команда с огромной теплотой возвращает и приумножает эту любовь. А вот эти кадры с немой девушкой меня растрогали до глубины души. Саботон – это превосходный современный пауэр, который вобрал в себя силу классических коллективов и добавил свою молодую энергию. Классный клип, превосходная песня. Добавлю в выпуск немного прогрессива и джента. Чтоб говнарём не обзывались. Отличная мощная песня, динамичный концертный клип, закулиски и разные приколюхи. Если любите такой жанр музыки и не слышали этот коллектив, то, чёрт побери, что вы вообще слушаете? Я вот, альбом уже дослушал. Металюся, зацени вот это. Ништяк. А пока моя голова зажила, мы расскажем вам о группе CatX. Да-да, точнее это даже не группа, а One Man Band из города Кировск, что в Мурманской области. Что такое One Man Band? Это когда группа состоит из одного человека, который всё делает сам. То есть играет на всех инструментах, придумывает и записывает музыку и даже сам поёт. Человек и пароход прям. Ну да. Причём Костя Арапов всё это делает дома и на бюджетной аппаратуре, но получается очень даже годно. Все, кто сам, все домой. Более того, это онлайн проект, поэтому нет концертной деятельности. И чувак делает музыку для удовольствия. Кстати, в этом году исполнилось 15 лет, как Костя занимается проектом. И в честь этого вышел прикольный такой альбом каверов. Вы только зацените. Все ссылки на проект CatX найдёте в описании к видео. Сепультура выпустила карантинный ролик. И, как полагается, каждый из музыкантов записывал партию в своей квартире. Вышло неплохо. Тем более, что в песне приняли участие барабанщик Джейсон Битнер, который играет с Shadow Fall и Overkill, а также гитарист Филиппе Роа из американской группы Acaro. Конечно, звук нельзя назвать идеальным, но и понять это тоже можно. Ведь музыканты играли не на студии и даже не в одном помещении. В любом случае, приятно вновь увидеть таких маститых музыкантов, да ещё и вместе. Да ещё и под бразильский грув трэш-метал. Также классный клип выпустили шведско-датские металисты Амарант. Вот это действительно интересная работа. Имеется сюжет, красивые съёмки и, конечно же, злободневные темы. Как мы видим, группа обыграла тот факт, что и их концерты отменились из-за ситуации в мире. Но самое главное, что песня превосходная. Два вокала, женский и мужской, это, блин, всегда круто. А вот этот момент мне особенно нравится. Вокалистка ментально связалась с фанатами. Музыканты начали тренироваться и подпольно выступили на сцене. Просто превосходно. Ну а в конце жирнющая такая отсылка на Бэтмена. Кстати, их новый альбом выйдет 28 августа. А вот и ветераны металлических войск. Прекрасная и неповторимая Доро выпустила новый ролик. Шикарная песня из уст этой вечно молодой и стальной леди просто ласкает мой слух. У меня просто не хватает слов, чтобы описать мой восторг и огромное уважение к этому музыканту. Браво, просто браво. Старая гвардия ещё даёт огня. Ну и конечно же я не мог не упомянуть шикарный трек и видеоклип от Брингов. На моём лайв канале есть реакция на этот, не побоюсь слова, шедевр. Добавлю лишь, что в песне помогал сам Мик Гордон. Вы же знаете, кто это, да? А если нет, то мой злобный двойник сожрёт в вашу душу. Я чувствую тех, кто мне соврал. Ваша душа моя. Саша, тут даже я ссыканул. Очень красивый и стильный клип, который, кстати, монтировал сам Оли Сайкс. Крутые образы, а главное, это песня. Уже вторая песня, которая говорит нам о возвращении Брингов. И это круто. Ну и конечно же, немного жёсткой сатиры в сторону власти не помешает в этом выпуске. ДДТ выпустили новый анимационный клип, который яркими красками обрисовывает нынешнюю ситуацию. Превосходное видео в стиле старого доброго мистера Фримена. Плюс необычная песня от Шевчука. Необычная, но всё так же острая и бойкая. Молодец, Шевчук. Уже очень много лет слушаю его музыку и уважаю как личность. Может пропаганда всех перестрелять? Эй, ведь ещё Луна и Слот выпустили новые клипы. Хотя об этом и так всё знают. Давай чего-нибудь андиграундного. Зачёт. А вот ещё одна неожиданная новость. Гитарист группы Кровавый Риф, о которой я множеством вам рассказывал, открыл свой канал. Причём чувак там конкретно экспериментирует с музыкой и делится музыкальными находками. Ну и конечно же рассказывает о группах. На днях, например, вышла неизданная песня Михаила Горшенёва из группы Король и Шут. То есть это музыка Михаила Горшенёва. Он придумал мелодию и напевал на эту мелодию какой-то тарабарский текст. И музыкантов это называется рыба. Вот так самоизоляция подталкивает творческих людей на новые свершения. Это я сейчас о гитаристе Кровавого Рифа, если что. Кстати, зовут его Александр Барышников. Отсюда и название канала Барыш ТВ. Советую ознакомиться. Ссылка в описании. Лично я уже подписался. Опачки. А вот это я прямо сейчас и посмотрю. Всем привет, дорогие друзья. Буквально сегодня посмотрел видео о лестнице канала Брыщ, которое называется «Главный элемент фолк-металла, которого нет у русских групп». Что я понял из этого видео? Из этого видео я понял, что нет группы более фолк-метальней, чем группа... Помотанка. Помотанка. Помотанки. Помотанка. Вот это поворот! Рубрику релизов неожиданно начну с анонса. Но анонса очень долгожданного. Группа Outcast опубликовала обложку и название своего дебютного альбома. Пластинка выглядит вот так. И называется она «Ультра». Также стала известна дата выхода альбома. И это 28 июля 2020 года. Совсем скоро. Напоминаю, что я взял у коллектива интервью. И в день релиза альбома я выпущу ролик с их комментариями и моим обзором на альбом. Но, конечно же, самый громкий релиз – это пластинка группы Grey Days, которая была основана Честером Беннингтоном еще в далеком 1993 году. Отличная пластинка с великолепными песнями. И она работает не потому, что нам чертовски не хватает Честера. И не только потому, что нам очень не хватает его голоса. Просто музыка на самом деле очень хорошая. В альбоме есть и оглушающие боевики, и прекрасные баллады. Да, наверное, я сам себе вру, что пытаюсь беспристрастно говорить об этой работе. И что она хороша сама по себе. Конечно же, я себе вру, как и остальные фанаты Линкен Парк. Ведь действительно, мы по-настоящему соскучились по Честеру и его прекрасному голосу. Огромное спасибо коллективу за этот подарок. А Честер? Честер продолжает жить в наших сердцах. Кстати, помимо альбома вышло еще и лирик-видео. Очень трогательное лирик-видео. Кстати, о Линкен Парк. Недавно Майк Шинода заявил, что у них есть неизданная песня с Честером. Причем песня периода One More Light. И даже известно название трека «Friendly Fire». А это значит, что в скором времени мы ждем новый старый трек от Линкен Парк. Короче говоря, фанаты, ликуйте. А вот сейчас будет неожиданно. Группа Аматори приняла участие в записи трибюта на песню группы DDT. Причем на культовую песню «Родина». И да, я понимаю, что это трибют, что это кавер, что они попытались сделать песню в своем стиле. Но вышло крайне кринжово. Местами вроде есть неплохие моменты, но блин, что это вообще такое? Мои уши просто шли кровью, зная и любя оригинальную песню DDT. Давайте будем адекватны. Абекватны. Что вас цепляет сильнее? Вот это? Или, быть может, вот это? Родина. Еду я на родину. Ответ знаю и так. Так, это скорее неудачный эксперимент, чем вообще песня. Да, я понимаю, что сейчас такое время и эта песня вновь чертовски актуальна. Но вот в исполнении обновленных Аматори песня «Родина» потеряла всю свою прелесть и душу. Можете забросать меня ссаными тряпками, говорите обо мне в комментариях все, что угодно. Но песня мне действительно не понравилась. Очень не понравилась. При всем моем уважении к Дане Светулову, барабанщику группы и остальным участникам коллектива. А вот эту пластинку я действительно ждал. Причем ждал с огромным нетерпением. Безбашенный Эмюр выпустили новый альбом. И боже, насколько он охренителен. Дичайшая смесь старого доброго нью-металла с современными дескорами и джентами. И самое прикольное, что в этом альбоме еще больше именно нью-металла, что меня просто уносит в небеса. У меня просто нет слов. Это клево, восхитительно, качево. Я не знаю, у меня заканчиваются эпитеты. Просто, ребята, это обязательно нужно послушать. Альбом просто... Бум! Каждая песня это что-то новое. Множество экспериментов, электроники, сэмплов, разные ритмы, разные техники вокала. С этой пластинкой точно не заскучаешь. Но все это объединяет качество и умопомрачительная ярая злость и безумие. На данный момент для меня это лучшая пластинка за 2020 год. Да, простят меня грибоголовые. 13 великолепных мощных песен. Френки Палмери, ты просто гений. А тем временем пятигорские дарк-металисты Атра Хора выпустили новый альбом. Это уже третья полноформатная работа. Кстати, две остальные у меня есть на физическом носителе. И это классно. Теперь хочу третий альбом тоже на CD. Альбом получился довольно интересным. Мне нравится, что группа вплетает в музыку античные и средневековые мотивы. Это делает музыку уникальной и неповторимой. Ну и конечно же жесткая темная атмосфера никуда не делась. Плюс разные техники вокала, интересные гитарные ходы и тексты на нескольких языках. Как вы понимаете, обо всех интересных релизах я просто не в состоянии рассказать. Иначе выпуски будут по часу, а новости устаревать пока я их монтирую. Поэтому с данными альбомами и синглами можете ознакомиться в нашем паблике Rock News ВКонтакте. Ссылка на экране и в описании к видео. Будьте всегда в курсе свежих новостей. Кстати, мои информационные партнеры тоже помогают держать нос по ветру. Увидел свет весенний 30 номер журнала Bunker. Причем он свободно распространяется. А информации, интересных рецензий и интервью в нем куча. Я уже не говорю про плакаты. Самые внимательные, кстати, заметили, что ссылка на издание теперь всегда присутствует в моих роликах. Кстати, да, ребят, насчет Devil Driver я в курсе то, что вышел новый сингл и клип на него. Но я просто уже не успеваю его вмонтировать в этот выпуск, потому что он уже завершен. Я его сейчас ставлю на рендер. Но на лайв-канале я обязательно сделаю реакцию на этот видеоклип. Если вы ждали обзор на новый альбом группы Lamp of God, то вот он. Альбом Пушка. Прям классный. Настоящий грув металл. Браво. Билисима. Заебок. Ой, простите. Но альбом правда крутой. Впервые полностью с тобой согласен Металюся. Кстати, ребята, на лайв-канале есть реакция на новый клип этой группы. А на этом у меня все. С вами был Александр Дегтярев. И этот чертов надоедливый для всех Металюся. Слушайте хорошую музыку. Подписывайтесь на мой канал, на разные соцсети. Все это внизу. Вот эти все блогерские дурацкие штучки. В общем, до новых встреч. Всем хорошего настроения. Лето, безумие, веселье, квартирников, концертов и много-много всего другого. Большое спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok